Приветствуем вас на вебинаре Международного энергетического агентства. Сегодня мы познакомим вас с нашим годовым вопросником по возобновляемым источникам энергии. Это перечень тем, которые я планирую сегодня затронуть. Для начала я расскажу о месте возобновляемых энергетических ресурсов на энергетической карте мира. Затем пройдусь по возобновляемым источникам энергии. После чего уделю внимание вопросам сбора данных и их предоставлении и проверки, а также трудностям, связанным со сбором таких сведений. И, наконец, завершим разговором о том, как мы используем данные. Итак, я хочу начать нашу презентацию с обзора положения, которое возобновляемая энергия занимает в общемировом контексте. Вопрос на засыпку. На какой вид возобновляемой энергии, по вашему мнению, приходится самая большая доля в выработке электроэнергии? Я дам вам немного времени подумать. Ответ. На гидроэнергию. В 2015 году возобновляемые энергетические ресурсы занимали третье место в мире среди продуктов, используемых для генерации электроэнергии, уступая углю и природному газу, но опережая ядерное топливо и нефть. На их долю приходилось 22,8% мировой электрогенерации. Доля возобновляемых источников в структуре мирового производства электрической энергии в 2015 году почти равнялась доле природного газа. Среди ВИА самая большая доля электрогенерации приходилась на гидроэлектроэнергию. Она занимала 16% в мировом производстве электричества. А геотермальная, солнечная, ветровая и приливная энергии обеспечили лишь 4,8% мирового производства электроэнергии. Однако они стремительно растут. Ветровая составляет 3,5%, солнечная – 1%, геотермальная – 0,3%. В правой части слайда вы можете видеть график годовых темпов роста некоторых возобновляемых источников в период с 1990 по 2015 год. В 1990 году основная часть электроэнергии, вырабатываемой за счет возобновляемых ресурсов, приходилась на гидроэлектростанции и твердые виды биотоплива. В общей сложности 97%. Но в период с 1990 по 2015 год новые технологии, такие как солнечная и ветровая энергетика, росли намного быстрее, чем любой другой источник электроэнергии. Особо стоит отметить ветровую энергетику, которая в среднем росла на 24% ежегодно и сегодня занимает второе место среди возобновляемых источников электроэнергии. А теперь перейдем к классификации возобновляемых источников энергии. Возобновляемые источники энергии и отходы можно разделить на три категории. Первое. Возобновляемые источники, формой первичной энергии которых является только электричество. Сюда относятся гидроэнергия, ветровая энергия, энергия океанов и фотоэлектрическая солнечная энергия. Второе. Возобновляемые источники, из которых получают электрическую и тепловую энергию, а первичной формой для которых является тепло. В эту группу входит геотермальная и солнечная тепловая энергия. Третье – горючее топливо, которое можно хранить, продавать и покупать. Давайте рассмотрим каждую категорию подробнее. Первая категория – это негорючие возобновляемые источники, формой первичной энергии которых является электричество. Такой энергии нельзя торговать и нет изменения ее запасов. Количество произведенной энергии определяется только как количество выработанного электричества, поскольку первое практическое измерение такой энергии осуществляется после генерации электричества. Вторая категория – негорючие возобновляемые источники энергии, формой первичной энергии которых является тепло. Улавливание и использование геотермальной и солнечной тепловой энергии происходит по одной схеме. Тепло улавливается, после чего его можно использовать непосредственно на месте или преобразовывать в другие формы. Последняя группа – возобновляемое топливо и горючие отходы. Все эти продукты являются горючими энергетическими товарами, которые можно продавать, покупать и хранить. Потребляются они в виде преобразованного вторичного продукта, либо примешиваются к другим источникам, или используются непосредственно. При этом помните, что мы собираем данные только об энергетическом использовании биотоплива. Например, древесина, из которой изготавливают мебель, в нашу статистику не включается. Ну что ж, мы поговорили о возобновляемых источниках энергии, а теперь перейдем к тому, как страны собирают данные о них. Существуют разные методы сбора данных. Страны могут собирать данные о возобновляемых источниках энергии при помощи обследований, используя вторичные данные, моделирование и другие методы. Однако важно помнить, что независимо от источника, сбор данных стоит денег, поэтому его нужно ограничивать до необходимого минимума. Остановимся на каждом методе сбора данных и рассмотрим простые примеры. Первый метод – обследование. Страны могут собирать данные непосредственно у поставщиков или конечных потребителей энергии. Например, Министерство энергетики или Статистическое управление страны может обязать поставщиков электроэнергии заполнять вопросники и предоставлять информацию о количестве произведенной или поставленной ими электроэнергии. Такие обследования дают странам возможность собирать относительно точные данные. Однако иногда такой способ может оказаться слишком дорогостоящим. В этом случае нашим вторым выбором могут стать административные данные. Например, если регулятор установил льготный тариф для ветровой энергии, значит регулятор собирает данные о производстве электричества ветровыми установками. Не все могут знать об административных данных, поэтому я расскажу о них подробнее при рассмотрении следующего слайда. И, наконец, если данных нет, можно сделать их приблизительную оценку. Например, если у страны есть данные о мощности установленных солнечных фотоэлементов, но нет сведений о генерации электроэнергии, можно оценить объем производства на основе данных о доступной мощности. Как уже было показано на предыдущем слайде, иногда страны используют административные данные. Административные данные – это данные, которые собираются в административных целях. Такими данными может владеть орган правительства, государственное или частное предприятие, отвечающее за реализацию политики. Они могут быть весьма полезны для отслеживания результатов реализации политики. Использование административных данных может уменьшить необходимость проведения обследований. Однако возможность получить эти данные зависит от третьих лиц, поэтому требуется сотрудничество между директивными органами, администрациями и статистиками. Иногда используемые определения и информация могут не совпадать с потребностями статистики, поэтому статистики должны быть заблаговременно вовлечены в процесс реализации политики. Невзирая на все наши старания собирать самые лучшие данные по возобновляемым источникам энергии, существует ряд трудностей, которые препятствуют получению полных и точных данных. Первая трудность – это границы и определения рассматриваемых возобновляемых продуктов. Например, разные виды биотоплива получают из других источников. Для биогаза это полигоны отходов. Однако мы принимаем, что биогаз – это первичный продукт, иначе нам пришлось бы собирать в разы больше данных. Некоторые технологии, например, пассивное отопление зданий, могут оказывать существенное влияние на потребление. Однако их точное воздействие измерить невозможно, поэтому таких данных мы не собираем. Точно так же можно использовать природные явления, например, горячие источники. В таких случаях возникает вопрос, необходимо ли подавать данные о таком использовании и при каких обстоятельствах. Разрозненные данные о производстве и потреблении энергии также могут усложнить задачу. Некоторые потоки энергии из возобновляемых источников и отходов связаны с системами распределения. У таких систем обычно есть надежные точки измерения. Однако трудности возникают в том случае, когда определенной точки для измерения энергетических потоков нет. Это часто происходит, когда существует большое количество индивидуальных и малых участников, чье производство и потребление не отражается в основном потоке данных об энергии. Например, трудно получить сведения об индивидуальном потреблении дров с собственных участков Земли. Поэтому вполне вероятно, что доля возобновляемых источников энергии во всем мире недооценивается. Кроме того, методы оценки использования возобновляемых источников энергии не стандартизированы. Они отличаются для каждой страны и каждого возобновляемого источника. Для возобновляемых источников энергии многие статистические методы основаны на оценках, а не на измерениях. Примеры этого – использование альтернативных источников данных, например, отраслевых отчетов. Оценка мощности на основе показателей продаж. Использование средних значений КПД для разных технологий. Таким образом, чтобы получить качественные статистические данные о возобновляемых источниках энергии, придется приложить определенные усилия в будущем. А теперь мы пройдемся по реальному вопроснику и посмотрим, какую информацию следует указывать и как ее правильно вносить. Годовой вопросник по возобновляемым источникам энергии состоит из шести таблиц. Первая таблица используется для передачи данных о валовом производстве электрической и тепловой энергии. Она делится на две части. Валовое производство электроэнергии, указываемое в мегаватт-часах, и валовое производство тепловой энергии, указываемое в тераджоулях. Производители классифицируются по двум категориям. Производитель по основному виду деятельности и производитель для собственных нужд. Эти категории, в свою очередь, подразделяются на такие группы. Электростанции, теплоэлектроцентрали, отопительные котельные. Что касается предоставления данных о тепловой энергии, то необходимо указывать все тепло, произведенное предприятиями-производителями по основному виду деятельности. По производителям для собственных нужд следует указывать лишь то количество тепла, что было продано третьим лицам. Теперь давайте рассмотрим таблицу 2. Это самая большая таблица. В верхней части перечислены 13 энергетических продуктов, а слева 60 потоков. Мы руководствуемся определениями энергетических продуктов, которые приведены в международных рекомендациях по энергетической статистике, сокращенном RES. Строки разделены на секторы поставок, преобразования, энергетической и конечного потребления энергии. Конечное потребление энергии подразделяется на сектор промышленности, транспорта и категорию прочие секторы, в которую входит жилищный сектор, сельское хозяйство и другие. Данные о потоках в энергетическом секторе и секторе конечного потребления необходимо указывать в соответствии с категориями международной стандартной отраслевой классификации видов экономической деятельности, сокращенным СОК. Сведения о продуктах следует указывать по значению низшей теплотворной способности. Обратите внимание, что некоторые продукты должны быть приведены в иных единицах. Например, данные о количестве жидкого биотоплива указывают в тоннах. Переходим к таблице 3. Она состоит из четырех частей. В первой части собраны данные о максимальной электрогенерирующей мощности станций, работающих на возобновляемых источниках. Если в таблице 1 была указана выработка электроэнергии, то здесь приводится мощность по типам генерации и величине в мегаваттах. Площадь солнечных коллекторов указывается в тысячах квадратных метров и не включает площадь солнечных батарей. Сюда относятся только солнечные тепловые коллекторы. Мощность по производству жидкого биотоплива указывается в тоннах продукции за год. И, наконец, вносится среднее значение низшей теплотворной способности разных видов жидкого биотоплива и древесного угля. В следующей таблице под номером 4 приведена подробная разбивка производства твердых видов биотоплива и биогаза. Например, твердое биотопливо разделено на топливную древесину, древесный щелок, багассу, отходы животного происхождения, прочие растительные материалы и остатки. Эти значения следует указывать в тераджоулях. Важно отметить, что общее количество произведенного твердого биотоплива, указанного в таблице 4, должно совпадать со значением местного производства твердого биотоплива из таблицы 2. Тот же принцип применим и к биогазу. В последние две таблицы вносят данные импорта и экспорта ОТЖ продуктов по странам происхождения и назначения. На этом слайде вы видите схему взаимосвязей между вопросником по возобновляемым источникам энергии с другими годовыми вопросниками. Белые элементы – это таблицы вопросника по возобновляемым источникам, а цветные – другие годовые вопросники. Как видите, между таблицами существует много связей, и мы используем их для проверки данных. Например, указанные в таблице 1 объемы производства электрической и тепловой энергии должны соответствовать данным, приведенным в вопроснике по электрической и тепловой энергии. Чтобы убедиться в правильности данных, мы делаем несколько проверок. Простые математические проверки. Проверяем, чтобы в таблицах не было дробных и отрицательных чисел. Проверяем согласованность данных в разных вопросниках и таблицах. Например, как мы упоминали, обсуждая предыдущий слайд, указанное в таблице 4 общее количество произведенного твердого биотоплива должно равняться значению в таблице 2. Статистические проверки. Мы проверяем размер статистического расхождения. Если оно слишком велико, отправляем стране соответствующий уточняющий запрос. На физическом уровне мы проверяем, вписываются ли цифры в ожидаемые диапазоны и исторические ряды. Например, проверяем уровень использования мощности. Для этого мы делим указанный в таблице объем производства на максимальную теоретическую мощность, которая определяется на основе данных о мощности. Уровень использования мощности не может быть больше 100%. Мы подошли к заключительной части нашего вебинара. Данные о возобновляемых источниках энергии, собранные при помощи нашего вопросника, используются для различных целей. В первую очередь эти данные используются в публикациях МЭА Renewable Information Book – справочник по возобновляемым источникам энергии и соответствующих компьютеризированных базах данных. Кроме того, их используют для составления энергетических балансов и оценки выбросов СО2. Эти данные используют при подготовке World Energy Outlook – обзор мировой энергетики, который является одной из основных публикаций МЭА. Данные также используют разные подразделения МЭА для своей аналитической работы и подготовки прогнозов. Помимо МЭА, эти данные используют во всем мире. В частности, их применяют для оценки надежности поставок, сравнения показателей разных стран, оценки эффективности тех или иных политических стратегий. Собранные данные используют в различных целях – главным образом для принятия обоснованных политических и бизнес-решений. Спасибо за внимание! Если вы хотите больше узнать об энергетической статистике МЭА, у нас есть много полезных ресурсов. Наше руководство по энергетической статистике, которое доступно на 10 языках, можно бесплатно скачать с сайта МЭА. Также приглашаем вас посетить веб-сайт статистики МЭА, где можно найти множество ресурсов, в том числе вопросники, глоссарий и документацию, касающуюся наших методик сбора данных. Также вы можете ознакомиться с публикацией ООН – Международной рекомендацией по энергетической статистике, в которой содержится методологическая база для нашей работы в сфере энергетической статистики.